Если вы смотрите это видео, то наверняка интересуетесь автозвуком и всем, что с этим связано. И это очень хорошо, потому что мы с вами заодно. Сегодня мы поговорим про порты, а именно про площадь, в чем отличие маленьких от больших, а также затронем тему раскрывов. Приветствую вас на канале Доктор Бас. Поехали! Итак, давайте поближе посмотрим на большие и маленькие порты. Но для начала небольшая ремарка. Мы сразу отложим в сторону крайности, когда порт слишком мал для площади, что превращает фазоинвертор, по сути, в закрытый ящик. Или когда порт слишком большой и внутренний объем фазоинвертора не работает. Итак, во-первых, вы наверняка знаете или догадываетесь, что чем больше порт при одной и той же длине, тем выше будет настройка корпуса. И, соответственно, наоборот. Из этого же следует, что для одной и той же настройки маленький порт будет короче, а большой длиннее. Такой пример мы и будем использовать здесь. Соответственно, большой порт будет занимать значительно больше объема внутри ящика, и стоит это учитывать, если есть ограничения по свободному месту. Дальше. Чем меньше площадь порта, тем выше скорость воздуха, которая будет проходить через него, а, соответственно, и выходить. Воздух с высокой скоростью на кромках порта создает турбулентность или завихрение потока, которые мешают работе, а также создают шумы. При критических значениях площади эти шумы будет слышно, что, разумеется, повлияет на звук не в лучшую сторону. Это касается как труб, так и прямоугольных портов, но последних в большей степени. Именно поэтому не нужно делать слишком узкие или высокие или длинные порты, так как при увеличении длины кромки турбулентность увеличивается, а место для прохождения уменьшается, несмотря на одну и ту же площадь. В большом же порте скорость ниже, и подобных проблем, как правило, не возникает. Вообще, если вы сталкивались с программой БАСПОРТ, например, то тема скорости в порте должна быть вам знакома. Раскрывы используются для того, чтобы сгладить завихрение воздуха и притормозить поток на выходе. И если по какой-то причине вы не можете построить порт достаточного сечения, раскрыв может вам сильно помочь. Да и вообще, раскрыв часто полезен, да и порт с раскрывом выглядит намного лучше. Единственное, нужно помнить, что любой раскрыв при неизменной длине порта повышает его настройку, так как увеличивает площадь порта на выходе. И чем больше будет радиус раскрыва, тем выше будет итоговая настройка. Имеется в виду радиус воображаемой окружности, проведенный по касательной к изгибу. Некоторые программы учитывают влияние раскрыва на настройку добавлением коэффициента к формуле ее расчета. Но в любом случае помните об этой особенности, проектируя свой корпус. Еще один важный нюанс. После прекращения подачи сигнала, затухание колебаний воздуха в порте происходит быстрее в маленьком, а в большом это происходит дольше. Это может быть хорошо для SPL, но не очень для качественного воспроизведения, потому что бас при слишком большой площади будет получать лишние призвуки и будет гулким. Итак, мы разобрали особенности размеров портов. Так какой же все-таки выбрать? Вообще площадь порта выбирается исходя из объема, который вы определили для своего саба. А объем зависит от размера диффузора, величины хода сабвуфера и еще многих факторов. Вот такая вот взаимосвязь. Но да, существуют общие принципы подбора площади порта. Для прямоугольных это 3,65 на каждый литр чистого объема, а для трубы это 3,2. То есть умножаете чистый объем вашего будущего корпуса на 3,65 для прямоугольника или на 3,2 для трубы. И получаете площадь порта в квадратных сантиметрах. Видео о том, как подобрать объем и рассчитать корпус для сабвуфера в целом, вы найдете в подсказках. А вообще подписчики не пропускают полезные видео, так что присоединяйтесь, если этого еще не сделали. Итак, вернемся к нашим бортам. Цифры для трубы меньше, потому что у круглого сечения длина окружности будет всегда меньше, чем периметр любого прямоугольника. А соответственно будут меньше площадь стенок и сопротивление движения воздуха. Также уменьшенная цифра связана с особенностями движения воздуха в круглом сечении. Нужно сказать, что это достаточно общее значение и их лучше использовать как отправную точку, так как порты можно делать меньше, а это обобщенные безопасные цифры. Но даже если вообще не заморачиваться, то в подавляющем большинстве случаев они работают, если нет специальных рекомендаций производителя или это не какой-то особенный динамик. Спасибо, что смотрели, я постарался сделать этот ролик полезным. Будет здорово, если вы им поделитесь. Это был канал Доктор Бас. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok